Всем привет, любители автоспорта! Это МКС в печатниках, финал D. Ну и, собственно, стартовая решетка. С пол-позицины стартует Марк Юрокин, пилот серии ПРО, а рядом с ним Михаил Дымов из серии Медиум, оба частные пилоты. Следующая линия Сергей Ребров из серии Медиум и Кирилл Зеликман из серии ПРО, оба пилоты ZD Racing. Далее пилот EIDES Racing Team Марат Хайрнасов из серии ПРО и пилот серии Медиум Василий Колосков из ZD Racing. Следующая линия частники Артем Ястремский из серии Медиум и Татьяна Васильева из ЛАЙТА. Далее Никит Силновицкий, итальяна Бланка Байхэмер Тайм и Максим Шипиев, частный пилот, оба пилоты Медиума. Позади них еще два пилота Медиума. Это Николай Никитенко из команды Мира и Евгений Сорокин, частник. Далее частный пилот Варвара Шевцова из серии ЛАЙТА и рядом с ней Павел Саликов, EIDES Racing Team, пилот серии ПРО. Следующая линия Илья Уральский, частник из ЛАЙТА и Никита Труханов, EIDES Racing Team из Медиума. Следующая линия Николай Качко, ZD Junior, также пилот серии Медиум и перешедшие из прошлого финала Николай Николаенко и Алексей Мухин. Видим мы зрителей, инженеров. Все готовы смотреть на гонку. Артем Коренев, как всегда, на наших экранах. Бусов. Команда Hammer Time. Ну а мы, собственно, ждем старта. Ну и видно, что уже немного завечерело. Уже так чуть-чуть темно становится. Но фонари пока еще не включили. И пилоты готовы к старту. Смотрим. И старт. Хорошо стартовал Дымов, но здесь по внешней не смог он атаковать и Рокина. Труханов. Смотрите, как прорывается. Сколько позиций отыграл. Лидер, по-моему, у нас не поменялся. Пока все происходит интеллигентно. И топ-5 у нас сейчас Юрокин, Зеликман, Ребров, Дымов и Шипиев. Помним мы Марка Юрокина. В прошлом, кажется, сезоне он дебютировал в МКС. Брали мы его интервью как у дебютанта. И очень такой достаточно опытный пилот. И сейчас вот лидирует в этом финале. Ну, самая основная борьба мы видим в конце пелетона. Там буквально по трое в ряд заходит поворот. Уже видны искры из-под днища машин. И лидер поднимает руку. Заезжает на педстоп. Теперь у нас Зеликман лидирует. Там позади всей этой группы Качко, Харнасов, Труханов уже догнал. Никитенко тоже поднял руку. Не ошибка ли это? Здесь Николаенко и Колосков атакуют Уральского. И после поворота Колосков воспользовался ситуацией. Прошел еще и Николаенко. Ну, так вот, Никитенко почему-то поехал на педстоп. То ли не сообщили ему, что там занято. То ли сам не увидел. Ну, не знаю. А поехал ли он вообще? Может быть, он просто руку поднял? Ну, не увидели. И вот как раз на наших экранах Никитенко, который атакует Сорокина. Ну, а позади снова борьба. Мухин, Колосков атакуют Ястримского. Получится ли сейчас у Колоскова повторить то, что было с Николаенко? Нет, Мухин остается впереди. Дерекман и Труханов. И позади них довольно серьезная группа. Но там пока нет борьбы. Мухин машет что-то Сорокину, видимо. И Варвара Шевцова готовится доехать на свой педстоп. Мухин как раз выезжал из Шевцова спидстопа. Проходит ее Мухин по внешне. И Сорокину не удалось. Уперся он в Варвару. И Саликов позади Сорокина. Ну, а позади Паши. Там тоже такая серьезная группа пилотов. Так что сейчас, возможно, мы увидим какую-то борьбу. Уже довольно-таки темно. И камера немного смазывает номера. Потом все сложнее и сложнее комментировать. Но я предполагаю, что позади Саликова. Это, наверное, Ястремский. Возможно, Колосков. Кто-то еще. А может быть, Николаенко. А, ну, вот, собственно, мы видим, как Саликов начинает терять позиции. Сразу две позиции он потерял. И Сорокин по-прежнему не атакует. Шевцову едет. Сзади нее здесь Салик теряет. А, нет, еще не теряет. Вот здесь бок о бок. Да, видно, не едет Паша машина. Да, вот здесь он теряет все-таки еще одну позицию. Ну, а мы видим, что Сорокин прошел все-таки Шевцову. И все больше и больше начинает собираться этот хвост из пилотов. А здесь уже немного все подрастянулись. Мухин продолжает прорываться вперед. Колосков и Саликов. Ястремский поднимает руку. Заезжает на пидстоп. Колосков атакует Саликова. И теряет Павел еще одну позицию. Ну, а здесь контратакует. Снова бок о бок. Здесь он останется на внешней. Ну, а следующий поворот внутренний. И Саликов, похоже, что отвоевывает свою позицию. Мухин атакует Харнасова. Проходит. Никитенко. Здесь немного подрастянулись пилоты. А Колосков, мы видим, прошел-таки Саликова. Смотрим за борьбой Никитенко, Труханова и Дымова. И здесь посмотрите, как Труханов и Дымов разом проходят. Никитенко. И Дымов тут же напрямую атакует Труханова. Бок о бок. Проходит его Никитенко. Тоже пытается пройти бок о бок с Трухановым. И Никита подпрыгивает на поребрике и остается позади. Но тем временем Мухин там проходит качком, мы видим, в дальнем повороте. И уже догнал эту группу. Он уже позади Никитенко. Продолжает он свой легендарный прорыв. Ястремский позади едет. Мухин проходит Никитенко. Тот сопротивляется. Пытается вернуть себе позицию. Мухин не дает показывать. Давай, давай, догонять. Погонять вместе. Ну а Николай по-прежнему пытается его атаковать. Но безуспешно. Мухин остается впереди. Позади качко активизировался. Тоже пытается пройти Никитенко. И упустили мы момент, когда Мухин прошел Труханова. Но сейчас на наших экранах мы видим, как он проходит Дымова. А и все. Прошел он всю эту группу. Устремляется дальше. Ну и начинаются у нас пробки на пидстопе. Фактически четыре машины было в тот момент в боксах. Сейчас три. А Мухин после своего пидстопа оказался снова сзади Дымова. Но вот сейчас в очередной раз проходит его. Очень интересно, удастся ли ему снова пройти в следующий финал. Мухин, Уральский и Дымов. Ну а мы уже можем подводить с вами итоги. 30 кругов прошли пилоты. Круг проиграли Шевцова, Саликов, Васильева, Хайрнасов, Колосков, Ребров, Уральский, Качко. Николайенко проиграл два круга. Лучшее время. Максим Шипиев, 49454 тысячные. Лучший пидстоп у Николая Никитенко. Герой гонки. Ну вы знаете, по-моему опять это Мухин. Ну прям уж очень бодро он ехал Дополнительный весовой гендикап Получил Качко По штрафам 5 секунд за грубую езду Дымов Предупреждение за опасную езду Никитенко 5 секунд за грубую езду Зеликман 5 секунд за грубую езду Труханов Предупреждение за грубую езду Шевцова 5 секунд за грубую езду Качко Плюс еще 30 секунд за систематическую Езду по поребрикам Жестко И Евгений Сорокин Аннулирование результатов Так как он вообще не поехал на питстоп И непоняточки у меня С Никитой Силновицким Есть он в протоколе Но только вот Не было его на трассе Не видел я его Не знаю что произошло Но стоит он без всяких данных В конце списка Окей Первый Максим Шипиев Второй Марк Юрокин Они переходят в следующий финал Далее третий Алексей Мухин Четвертый Михаил Дымов Пятый Николай Никитенко Шестой Артем Ястримский Седьмой Кирилл Зеликман Восьмой Никита Труханов Девятая Варвара Шевцова Десятый Павел Саликов Одиннадцатая Татьяна Васильева Двенадцатый Марат Хайрнасов Тринадцатый Василий Колосков Четырнадцатый Сергей Ребров Пятнадцатый Илья Уральский Шестнадцатый Николай Качко И девятнадцатый Никит Силновицкий Спасибо, что смотрели нас Увидимся с вами на финале С Ну и будем надеяться, что Не будет так сильно темно Мы все увидим Пока-пока Меня зовут Качко Николай Меня попросили записать интервью Восьмой этап МКС, проходящий на Шикарной трассе ЦТВС Я приехал в десятом Сейчас все за внимание Класс Класс Субтитры создавал DimaTorzok